Сегодня в Свердловском областном суде было принято немного сенсационное решение о восстановлении на службе в Росгвардии, изгнанной из ее рядов самой красивой сотрудницы. Чуть более полугода назад 34-летнюю прапорщицу Анну Хромцову уволили за нарушение устава после 11 лет службы во вневедомственной охране. А суд первой инстанции оставил неудовлетворенным ее иск о восстановлении в должности и выплате более чем миллионной компенсации. Речь идет о той самой-самой Росгвардейке, которая два года назад победила на первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии». Кроме этого, Анна дважды побеждала и на первенстве Урфо по фитнес-бикини, но именно победу на ведомственном конкурсе она считает началом ее проблем по службе. Все, мол, завидовать стали, сослуживцы старались всячески сворачивать ей кровь, начальство стало придираться по всяким мелким поводам и без них. Само же начальство практически дословно утверждало, что та победа на «Красе Росгвардии» лишила ее рассудка. Припомнили ей инцидент у торгового центра «Мегаполис», где она публично грозила водителю, неудачно пытавшемуся объехать ее на парковке. Интервью, раздаваемые без ведома пресс-службы, пропуски занятий. А последней каплей формально стал факт публикации в соцсетях короткого видео о том, как в служебных кабинетах проводят противоэпидемическую обработку. Начальство сочло это публикацией с режимного объекта. В конце декабря прошлого года ее из рядов уволили. В это же время об уходе заявил муж, отец их 9-летней дочери. Спустя два месяца Ленинский федеральный суд Екатеринбурга начал рассматривать ее иск о восстановлении на службе. Но через месяц разбирательств, в конце марта уже 2021, не нашел никаких нарушений в действиях ее руководства и отказал как в восстановлении, так и в выплате моральной компенсации в размере 1 миллион рублей. Соответственно, требование о выплате недополученной зарплаты и расходов на адвоката, а это еще 150 тысяч, тоже не удовлетворилось. Однако и сама Анна Хромцова не удовлетворилась таким исходом. Защита подала апелляцию, и в областном суде ее доводы для многих неожиданно были услышаны. Согласно решению апелляционной инстанции, прапорщик Хромцова не просто должна вернуться на прежде место службы. Компенсация морального вреда ей тоже теперь полагается. Суд, правда, резко ограничил аппетиты истиции и от просимого миллиона оставил лишь 20 тысяч. Но еще более 200 тысяч самой красивой из когда-либо восстановленных в Росгвардии полагается в виде зарплаты с середины декабря по сей день. Расходы на адвоката тоже компенсирует федеральная служба. Сама краса сейчас поглощена хлопотами по оформлению развода с мужем. Так что об этом зигзаге удачи узнала от позвонивших ей журналистов комсомольской правды, которым ответила цитата с сайта kp.ru. Вы меня ошарашили, не зная, что сказать. Учитывая, как меня выгоняли, сложно будет вернуться. Будет семейный совет. Обсужу с родителями. Сейчас у меня в разгаре учеба. Я хочу стать дипломированным фитнес-тренером. Решение приму позже. Конец цитаты.